Сколько экзаменов нужно будет сдать для поступления на техническую специальность, если министр образования сказал, что обязательно только два? Министр образования этого не говорил. Я участвовал в совещаниях Российского Союза ректоров, где был министр, где обсуждались вот эти вопросы. И там действительно идет обсуждение, сколько же государственных экзаменов, единых государственных экзаменов должно быть. И по инженерным наукам ректоры, где сильные инженерные школы, склоняются к тому, что все-таки их должно быть три. Потому что сложно по математике и русскому языку. Русский язык нельзя исключить из государственных экзаменов, математику тоже. А дальше либо физика, где нужна физика, либо информационные технологии. И сложно будет набрать правильно студентов, отвечающих требованиям именно по этим дисциплинам, которые нужны по инженерным наукам. Поэтому на сегодня количество единых государственных экзаменов, которые будут сдавать студенты, пока решения нет. Будет ли корректировка минимальных баллов? Уровень минимальных баллов устанавливает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Они были опубликованы еще в конце 2019 года. Наш университет не повышает уровень минимальных баллов относительно тех баллов, которые устанавливает Министерство науки и образования России. Будет ли в этом году отменено торжественное вручение дипломов выпускникам? Пока этот вопрос не ясен. Это будет зависеть от ситуации с инфицированием и с развитием вот этой эпидемии коронавируса. Во всяком случае, на Российском Союзе ректоров обсуждается вариант, когда можно будет организовать всероссийскую акцию по вручению дипломов, естественно, с использованием онлайн-технологий. Но мы посмотрим, какая будет ситуация в июле, и решение об этом будет приниматься несколько позже. Существуют льготы для поступления абитуриентов. Прежде всего, это льготы, связанные с уровнем подготовки абитуриентов. Так, абитуриенты с высокими баллами у нас получают в первом семестре стипендию ежемесячно дополнительно 10 тысяч рублей в месяц. У нас также имеются льготы для поступления победителей Олимпиад, призеров Олимпиад. В частности, это Олимпиада-звезда, которую организует по всей нашей стране Южноуральский государственный университет. Здесь призеры и победители, и даже участники Олимпиад имеют преференции для поступления в Южноуральский государственный университет. Вообще, после того, как студент поступит и начнет учиться в университете, у нас существует 20 видов стипендий различного уровня, которые позволяют студенту получать вознаграждение размером до 20 тысяч рублей в месяц. Это те ребята, которые выходят на международный уровень и с точки зрения образовательного процесса, с точки зрения научного процесса по спортивным и культурным достижениям. Будут ли госэкзамены у студентов-заводчников, которые учатся дистанционно? Мы готовимся к тому, чтобы все экзамены провести в дистанционном формате, и мы технически готовы к этому. И будет или не будет по тому или иному направлению государственный экзамен, в том числе у заочника, зависит от образовательной программы и от федерального государственного образовательного стандарта. На последнем заседании ученого света мы практически удовлетворили все требования всех кафедр. Там, где нет жесткого требования проведения государственного экзамена, там мы его отменили в связи с коронавирусной инфекцией. Заочники, здесь та же самая ситуация, определяется не формой обучения, а содержанием образовательного стандарта. Если там нет требования к нему, то его проводить не будем. Если есть требования, то он проводиться будет в дистанционном режиме. Что будет с обязательными вступительными испытаниями? Дополнительные экзамены, с одной стороны, могут проводиться сегодня в дистанционном режиме, потому что технические условия, технические требования, есть достаточно хорошие средства, которые позволяют получить и хорошее разрешение, и хороший звук при приеме экзаменов. То есть, в принципе, мы можем обеспечить прием вот этих творческих конкурсов в дистанционном режиме. Но, опять же, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в этот период. Эти экзамены, естественно, будут позже. Мы сдвигаемся в сторону приема абитуриентов на июль-август. Это месяцы, когда жарко, когда коронавирусу плохо, и мы будем надеяться, что мы сможем увидеть наших абитуриентов на этих дополнительных испытаниях в университете. Но они не отменяются. Они не отменяются. Это соответствует требованиям, которые утверждены ученым советом. А требования утверждены для того, чтобы нам правильно выбрать абитуриентов именно на те направления в соответствии с их уровнем подготовки в области изобразительного искусства для дизайнеров, в области письма, текстов для журналистов и так далее. Дорогие наши студенты, университет делает все для того, чтобы вы получили хорошее знание, успешно сдали сессию и хорошо защитили дипломы. Я хочу пожелать вам здоровья и интенсивной работы в ближайшие полтора месяца по завершению этого учебного года.